Друзья, всем привет! Канал Диктатура Закона спешит поделиться интересной новостью и выразить свое личное мнение на тему последних событий. Конечно, хочу извиниться за своих коллег, те, кто с вами так разговаривал, да? Шюридическая служба безопасности, меня зовут Ани, да? А с какого банка? Это вас беспокоит Каспийский банк, электрическая компания. Ага, Олеся Аскаровна, да? Угу. Ну хорошо, Олеся, еще раз, да. Прошу прощения, конечно, что же с вами так некорректно переговорили. Как вы поняли, благодаря нашим выпускам наши сограждане стали чувствовать хоть немного, но спокойнее. Да, народ обеспокоен текущей ситуацией и положением в стране, а когда на этом фоне еще и начинают давить банки, люди вообще не знают, как на это правильно реагировать. Несколько раз мы повторяли, что именно коллекторы строят свою работу на обмане, манипулируют и оказывают неимоверное психологическое давление. Мы уже рассказывали в своих предыдущих выпусках о том, как пугают и запугивают заемщиков за долги. Мы не призываем не платить долги, но мы против незаконного выбивания. Как мы к этому пришли, разбираем в этом выпуске. Если я рассматриваю целую ситуацию о деятельности банка и коллекторов, то хочется отметить, что, наверное, мы и никогда не обратили бы внимания на творящийся произвол. Адвокат по банкротству – это тот ярлык, который, оказывается, так легко заслужить. Мы же занимаемся гражданскими делами всех категорий. Всегда не стремились заниматься банковскими займами. Но нарушение со стороны коллекторов и банков очень легко втянуло нас пролить свет на темную сторону этого бизнеса. Мы согласимся с мнением наших подписчиков. Практически у всех есть кредиты, а у кого-то и не один. С появлением проблемных кредитов обсуждаемая тема круто набирает популярность. Людям очень интересно знать, что помимо задолженности у них есть еще и права. Мы же нетерпимы к нарушениям, и особенно тогда, когда людей попросту опускают за допущенную просрочку. Разбирая закон о коллекторской деятельности, все звучит достаточно демократично и круто. Институт коллекторов создан для мирного урегулирования проблемы. Им, оказывается, нужно найти самый оптимальный способ для безболезненного погашения займа. Найти компромисс и реанимировать займ. То есть не доводить дело до суда, а попробовать решить вопрос на стадии досудебного урегулирования. В этом законе практически нет пробелов. Все предельно ясно и понятно. Вместо этого мы имеем то, что получили. Немного порассуждав, пришли к неоднозначному выводу. Как только нам стоит допустить просрочку по кредиту, в результате мы получаем бешеную пеню. Попадить дело в суд, банк сразу лишится накрученной пени. Суд взыщет основной долг и вознаграждение. Единственный выход – прибегнуть к помощи коллекторов. Те правдами и неправдами получают деньги и в первую очередь направляют их на погашение пени. Сумма основного долга остается в сухом остатке неизменной. А зачем? Основной долг взыщут через суд, а получить пеню помогают коллекторы. Поэтому банк не спешит обращаться в суд. Возможно, мы ошибаемся, но это наше личное мнение. Буквально на днях одной из наших подписчиков канала позвонили с банка. Как и ожидалось, ей навешали лапшу до столько, что вряд ли можно было сразу все переварить и унести. Идет арест документации, поэтому вас уведомляли. Вам полную информацию еще не давали, да? Я не поняла, значит, какой у нас документация. Ну-ка скажите. Смотрите, сейчас на портале ЮГОВ отправляют исковые требования частные судебные исполнители о том, чтобы поставить на арест вашу документацию. До нас вас информировали об этом? Да. Отправляют исковые требования. Это письмо о том, чтобы поставить на арест вашу документацию. Документацию какую? Это в зависимости от задолженности. Давайте я вам в общем виде насчет ареста объясню. И уже по задолженности идет арест документации, да? А вы, подождите, я не поняла. Вы паспортный стол? Вы мне дайте, я не пойму, в чем причина. Вы паспортный стол, да? Паспортный отдел паспортного стола сейчас не существует, Олеся. А, вы паспортный отдел, город... Паспортный отдел, город Астана, Республиканский ЦОН, Астраханское шоссе, проспект Линдива, ЖК Коктав, улица 2040. Если вам нужен юридический адрес. У вас в первую очередь заблокировали ваши права, получается. Я вам давайте тогда в обобщенном виде скажу, в общем, да, чтобы вы имели хоть какое-то представление. Вообще арест ставится на документацию, оформленную на имя вас. Это ваши банковские депозитные карточки и счета, да, банковские. Выезды за границу по городу у вас также будет ограничено. Права ваши будут также недействительны со сроком на 7 лет. Если до сегодняшнего дня у вас имеется накопление в едином пенсионном фонде, оно у вас автоматически аннулировано. Если из государства получаете пенсии, пособия, льготы, какие-то средства, да, оно у вас тоже прекращается на автомате. Государственные предприятия просто, к сожалению, не смогут вас обслуживать в течение 7 лет. Снова повышены тона, рубань, давление и обман. Все бы хорошо, но заемщина успела посмотреть несколько видео на нашем канале и к тому времени оказалась подготовленной. Она пригрозила обращение на канал диктатуру закона и через несколько минут поступила адекватная реакция от банка. Ей перезвонили и принесли свои извинения. Сюридическая служба безопасности. Меня зовут Алида. А с какого банка? Это вас беспокоит Каспийский банк, коллекторская компания. Ага, Олеся Аскаровна, да? Вот сейчас, получается, я с диктатурой закона связалась и хочу отправить ту запись, которая мне вчера с угрозами о моем аресте моих документов, что она будет делать ваша коллекторская компания Жанна какая-то и Карина. Я могу эту запись предоставить. Я хотела сейчас вот идти в банк в Каспий. Вот они, получается, мне звонят, угрожают о том, что... У вас имеются все записи звонков, да? Правильно я вас понимаю? Ну вот, которые вчера, то, что это меня вообще... Меня это удивило, получается. Поэтому я, конечно, хочу извиниться за своих коллег, те, кто с вами так разговаривал, да? Ну, Олеся, мы сейчас нам материал перенаправим. Это очень хорошо, чтобы нас уведомили об этом. Я тогда отправлю материал, с ученики трех рабочих дней должны нам поступить ответ. Ну, хорошо, Олеся, еще раз, да, прошу прощения, конечно, что с вами так некорректно переговорили. Я уже смотрела даже по ютубу вот эти вот диктатуры закона. Да, да, да. И там тоже такие же. И Дамир там какой-то знаменитый у вас есть в Каспийском банке сидел там. Вот это я тоже слушала, поэтому... Ну, ладно, хорошо, все хорошо, Олеся, спасибо большое за понимание, удачи вам, до свидания. Ну что, друзья, как хорошо, что все хорошо кончается. Эта история закончилась, так и не начавшись. Это большая похвала для нашей команды, что действительно наш контент помогает людям, а не запутывает и призывает хаосу и беспорядкам. Не ведитесь на провокации, друзья, становитесь умнее, и у вас есть право знать. На этом все, друзья. Вот такой был короткий выпуск. Подписывайтесь на наш канал. Чем больше нас, тем сильнее мы. Всем огромной удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok